ассалам алейкум у меня такой вопрос были ли был ли аят раджем если был то где он сейчас есть не был зачем у марс сказал что во времена пророка салла лавали его алихи вассалам был такой аят раджем и так прежде чем напрямую ответить на этот вопрос необходимо коснуться одного очень важного вопрос одной очень важной темы которая заключается в том что когда зей ты бен сабит вместе с двадцатью четырьмя сподвижниками собирал в вадим переплет в один мусхов собирала аят и сура священного корана то у него был следующий подход в данном вопросе каждый кто приносил какой-то аят или утверждал о том что есть какой-то аят или какая-то сура должен был предоставить свидетелей то есть он должен был привести свидетелей с собой и без свидетельств других сподвижников это группа собирателей священного корана во главе с зейд ибн сабитом они никакие аяты не принимали это во первых во вторых аятами неспосланными всевышним пророку мухаммаду салла лавали его алейхи вассалам для нас являются только те что дошли до нас через мутаватр передатчиков которые имеют цепочку передатчиков мутаватр то есть огромное количество цепочек передатчиков а те которые передаются исключительно от одного человека они по правилам по правилам как суннитских ученых так и шиитских ученых ни при каких обстоятельствах ни в коем случае считаться аятами и частью священного корана и не могут и в этом все единогласно абсолютно хотя конечно же мы видим в случае с умаром ибн аль-хаттабом который привел с зейд ибн сабиту аят раджем но свидетельств не нашел то есть не было ни одного сподвижника который подтвердил бы слова омара ибн аль-хаттаба хотя у суннитских ученых те же самые правила но в случае с умаром ибн аль-хаттабом они почему-то скажем так какую-то несправедливость проявляют как будто бы одно его свидетельство означает что такой аят был хотя по их же правилам этого быть не может это не может означать что такой аят был потому что он всего лишь в одиночку об этом утверждал и об этом имеются высказывание самих суннитских ученых что кроме кроме омара ибн хаттаба никто не утверждал абсолютно никто не утверждал а об этом аяте о наличии аята раджем в частности аль-бухари в своем сахихе приводит что икрема сказал умару икрема сказал что поля умар ли абдуррахман ибн ауф что умар сказал абдуррахмана ибн ауфу лавра айта раджу лан ала хаддин зинан ау сарикатан в анта амир умар в хаттаба абдуррахман ибн ауфа спросил если ты увидишь человека который совершает преступление ну например воровство или же прелюбодеяние и ты в этом при этом будешь еще правителем и миром сапаля и абдуррахман ибн ауф отвечает умару шага дату ка шага дату раджу лин мин аль муслимин абдуррахман ибн ауф говорит что твое свидетельство это свидетельство всего лишь одного человека из мусульман всего лишь одного человека и омар ибн хаттаба отвечает поля садакта он сказал да ты говоришь правду и здесь он бухари в этом же месте приводит слова умара по поводу айта раджим который сказал лавла айн якуля нас зада умар фи китаби лах на китаб ту айта раджим бьяди что омар сказал что если бы люди не говорили о том что умар добавил от себя что-то в коран то я своими руками написал бы этот аят аят раджим здесь бухари это приводит в качестве того что аят раджим об аяте раджим свидетельствовал исключительно омар бин хаттаб но его свидетельство не было принято потому что у него не было никаких подтверждений никаких других свидетелей которые подтверждали бы его слова и об этом пишет ибн хаджар в своей книге фатху лабари он говорит исташ хадал бухари ли каули абдар рахман ибн ауф аль мадзикур габлягу би каули омар би каули омара хада он говорит что бухари привел свидетельство свидетельство привел свидетельство словам абдур рахмана ибн ауфа из слов самого умара аннаху канат индаху шагадатун фи аят раджим аннаха минал куран что сам умар ибн хаттаб свидетельствовал о том что аят раджим является частью корана фалам юльхи каха бинассил мусхав би шагадат хивахта но при этом омар ибн хаттаб не записал этот аят в своей книге постольку поскольку кроме него об этом аяте никто не свидетельствовал фалам юльхи каха бинасссил мусхав би шагадат хивахта то есть кроме него кроме омара ибн хаттаба никто абсолютно не свидетельствовал о том что есть такой аят или что был такой аят или что был такой неспослан подобный аят никто об этом не свидетельствовал поэтому кроме омара ибн хаттаба абсолютно никто об этом не утверждал ни один человек ни один человек об этом не утверждал и поэтому такого аята никогда не было ни по каким правилам никак не по каким основам нельзя утверждать что такой аят был а то что некоторые суннистские ученые сказали что такой аят был а потом был отменен и что об отмене Умар Аблин-Хаттаб не знал, это всего лишь попытка оправдать Умар Аблин-Хаттаба и попытка, скажем так, вывести его из неверия, ибо слова Умар Аблин-Хаттаба являются неверием, согласно самому же суннитскому учению. И чтобы для того, чтобы его оправдать, придумывают историю о том, что якобы такой аят был, но потом был отменён, а Умар Аблин-Хаттаб не знал, что этот аят был отменён. Но это на самом деле всего лишь оправдание, поскольку абсолютно никто, нет ни одного человека, который утверждал бы о том, что такой аят вообще был неспослан, что вообще такой аят был. А что касается вопроса о том, почему Умар Аблин-Хаттаб выдумал подобный аят, зачем ему это надо было, это уже известно исключительно Аллаху и самому Умар Аблин-Хаттабу. Я, честно говоря, не знаю, почему он это выдумал, с какими намерениями и с какими побуждениями это сделал, мне неизвестно. Опять-таки, я могу предположить, поскольку изучая личность Умара Аблин-Хаттаба, мы обнаруживаем, что этот человек обладает определёнными особенностями, определёнными качествами. И одной из этих важнейших особенностей является то, что он считал себя вправе вмешиваться в религиозные уставы. Считал себя вправе что-то вносить в религию и что-то отменять из религии. И для этого примеров огромное множество. Тот же Азан, те же две мут-и, мут-атуль-хадж и мут-атуль-ниса, которые он отменил. И который, мут-атуль-хадж, в частности, согласно единогласному мнению всех мусульманских учёных, как шиитских, так и суннидских, является сунный посланник Аллаха, и также все единодушны, единогласны в том, что омар бен хаттаб запретил мутатуль хаджи запретил и множество других факторов и множество других фактов исторических свидетельств о том что он по каким-то причинам считал что может вмешиваться религиозные уставы в религиозное установление что-то отменять что-то добавлять от себя и возможно здесь также это опять таки я всего лишь предполагаю что он опять-таки здесь решил добавить скажем от себя аят свой так скажем аят добавить но у него это по мудрости и по милости всевышнего конечно же не получилось